Аэропорт в Осаде. На Саратовском аэровокзале ищут бомбу, рейсы задержаны. Затопят по-европейски. Чиновники правительства сообщили о новом грандиозном проекте, который изменит систему отопления в Саратове. Знамя победы на колесах. В город прибыла колонна всероссийского авто-мотопробега в преддверии 9 мая. Взрывная угроза. Сегодня около пяти часов вечера. В дежурную часть позвонил неизвестный и сообщил, что Саратовский аэропорт заминирован. На место выехали представители экстренных служб. Всех посетителей и персонал аэропорта эвакуировали на улицу. Никаких комментариев пресс-службы правоохранительных структур не давали, ссылаясь на то, что на территории аэровокзала работает оперативный штаб. В связи с происшествием был задержан рейс Саратов-Москва. Самолет должен был подняться в небо в 16.55. Пассажиров, которые все это время находились на улице, также держали в неведении. Говорят, что позвонил Бекки Александр и сказал, что в аэропорту бомба заложена. И все. Есть тут собаки, здесь кинологи. Омон, все собрались. Ничего не говорят. Ну как, совсем ничего не говорят? Ничего, абсолютно. То есть у вас просто не пускают здание? Да, не пускают здание и все. Более часа объект исследовали кинологи с собаками. Затем в здании аэровокзала запустили сначала персонал, потом и пассажиров. Сообщение о минировании оказалось сложным. Сейчас аэропорт уже вернулся к обычному режиму работы. С возгоранием в частном доме боролись спасатели в поселке Широкое Татищевского района. На кадрах, снятых очевидцем, видно, что пламенем охвачено все жилище целиком. На месте работали три расчета МЧС, а также аварийно-спасательная бригада газовой службы. Известно, что в доме было несколько газовых баллонов. Услышав громкие хлопки с места ЧП, жители предположили, что они начали взрываться. Но позднее оказалось, что это лопался шифер на крыше. Сбить сильное пламя пожарным долго не удавалось. Огонь успел перекинуться на хозяйственную постройку соседнего дома. Среди возможных причин пожара называется неосторожное обращение с огнем. В результате ЧП пострадавших нет. Ну а прямо сейчас на связь выходит наш корреспондент Денис Титаренко. Он расскажет о других происшествиях, случившихся на территории области за минувшие сутки. Денис, здравствуйте, вам слово. Добрый вечер, Юлия. Начнем с аварии, которая произошла сегодня утром в Ленинском районе Саратова. На пересечении улиц Тархова и Топольчанская произошло ДТП с участием Хюной Солярис и КамАЗа. Водитель большегруза двигался по Тархову в сторону поселка Юбилейный. На кольце он остановился, чтобы пропустить встречные автомобили. Автолединый на марке, идущий сзади, решил не дожидаться, пока КамАЗ проедет перекресток. Повернуло направо на улицу Топольчанская, использовав для маневра оставшееся пространство между бордюром и грузовиком. В итоге женщина под крылком зацепила бампер КамАЗа и выгнула его. На Солярисе остались лишь небольшие повреждения. Еще одна авария произошла в Пугачевском районе, но уже с более серьезными последствиями. Там под колеса автомобиля попал 9-летний мальчик. Ребенок переходил дорогу в неположенном месте. В результате на него наехал 18-летний водитель на автомобиле «Форд Фокус». Мальчика с травмами доставили в травматологическое отделение ЦРБ Пугачева. И о пожарах. Сегодня в нем поселок Солнечный завелокло густым черным дымом. По словам очевидцев, возле стройки на улице Мысниково загорелась трава и мусор. В социальных сетях люди опубликовали фото, на которых видно, как от места очага вверх поднимаются клубы густого черного дыма. Сведения о пострадавших не поступали. А вот в селе Верхняя Чернавка Вольского района на пожаре погибла пенсионерка. В половине шестого утра на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании в частном доме. Площадь пожара стояла 28 квадратных метров. С огнем боролись пять человек личного состава и были задействованы две единицы техники. После тушения спасатели обнаружили тело 63-летней хозяйки дома. Всего за прошедшие сутки в Саратовской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пять возгораний. Четыре из них произошло в районах области. А к этой минуте у меня все. Юля, вам слово. Спасибо, Денис. Я напомню, наша съемочная группа находится в центре управления в кризисных ситуациях МЧС Саратовской области. Это был обзор происшествий, которые случились на территории региона за минувшие сутки. Саратовская область Промышленного, энергетического и сельскохозяйственного комплекса. Ведущие предприятия энергетического комплекса, вырабатывающие несущее электричество саратовцам, крупнейшие сельхозтоваропроизводители, обеспечивающие население области качественными продуктами, реализующие государственные программы импортозамещения и продовольственной безопасности. По словам главы региона, соглашения, которые ежегодно подписывает исполнительная власть с ведущими предприятиями, стали совместным вкладом в развитие области. Аналог аспирина и противотуберкулезный препарат признаны подделкой. Таковы результаты проверок специалистов Роспотребнадзора некоторых аптек Саратов в прошлом году. Причем самих фармацевтов смутил противоаллергический препарат кларитин, который они самостоятельно направили на проверку. Лабораторные исследования подтвердили фальсификат. Об этом на пресс-конференции сообщило руководство Роспотребнадзора по Саратовской области. Эксперты также отметили, что самостоятельно обнаружить подделку покупатели чаще всего не могут. Поэтому предложили проверять подлинность препаратов на специальном сайте. На официальном сайте ведется база данных забракованных фальсифицированных и контрафактных лекарственных препаратов. Она находится в свободном доступе на сайте Роспотребнадзора. И каждый гражданин может обратиться по ФСЕРИ и по наименованию лекарственного препарата, задать в поисковике эти данные и посмотреть, находится ли данный препарат в базе данных. Специалист также отметила, что не стоит покупать препараты через интернет. Потому что пока такие продажи законодательно не урегулированы. А значит, защитить себя от фальсификатов крайне сложно. Тем временем уже удалось на законодательном уровне ужесточить меры за реализацию недоброкачественных лекарств через аптеки. Теперь нарушителям грозит штраф в 5 миллионов рублей, а в некоторых случаях и уголовная ответственность. Такие жесткие меры дали результат. Поэтому в этом году по итогам проверок подделок в саратовских пунктах обнаружено не было. В Саратове будут глобально менять систему отопления. Сегодня о новом проекте говорили в областном правительстве. По планам чиновников, огромные инвестиции выведут город из коммунального кризиса. Каким образом, выяснила наша съемочная группа. Бурлящие потоки воды этой зимой едва не смыли проходящий в штатном режиме отопительный сезон. 29 января лопнула запорная арматура на магистральном водопроводе на Больском тракте. Для ремонта обезвожили почти весь Ленинский и прилегающие микрорайоны. Остро стоял вопрос об остановке работы ТЭЦ-5 и отключении отопления. В результате оперативных действий такого масштабного ЧП тогда удалось избежать. Чего не скажешь о локальных порывах. Как уже было отмечено сложной ситуацией с Арабовским водоканалом, очередной раз свидетельство того, это за отопительный сезон более 3000 повреждений, которые повлекли за собой 596 отключений, временно котельных и других объектов теплообеспечения. На заседании правительства отчитываются о прошедшем отопительном сезоне. Глава Министерства строительства и ЖКХ Дмитрий Тепин резюмирует, что эта зима прошла без особых эксцессов. Главная проблема – долги перед энергетиками. По последним данным, сумма приблизилась к 4 миллиардам рублей. Не бывает так вот предоставленная услуга. Мы уже не раз об этом и всегда говорим. А задолженность имеет место расти. Такого быть не должно. Поэтому сегодня возможность была предоставлена пройти без боев отопительный сезон. Надо сегодня привести все в соответствие, расплатиться. Поэтому министры должны график держать на четком контроле и находить все возможные решения для приведения все в соответствие. Большая часть долгов, по словам чиновников, лежит на плечах жителей. Однако даже выигранные суды не всегда помогают вернуть затраченные энергетиками деньги. Уже есть взыскания со стороны судебных органов. Но обратите внимание, в городе об этом шла речь. Исполняемость судебных решений составляет по этим вопросам меньше 10%. Вывести на новый уровень городскую систему отопления планируют системно в рамках пилотного проекта энергетиков «Большой Саратов». За 7, максимум 10 лет в городе поменяют тепломагистрали, модернизируют теплоцентры и переведут многоквартирные дома на индивидуальное отопление. Все это за счет привлеченных средств инвесторов. Полностью презентовать проект обещают после майских праздников. Пока же озвучивают внушительные суммы, которые пойдут на модернизацию системы отопления. В текущем году 1 миллиард рублей. Это строительство новой насосной – 111 миллионов рублей. Снижение потерь тепловой энергии, перекладка и восстановление изоляции более 40 километров. На это выделяется 245 миллионов рублей. В мероприятии по источникам города Саратова – это Саргрест, ТС-2, ТС-5 – около 200 миллионов рублей. Пока же уменьшить энергозатраты, а соответственно и сэкономить деньги, чиновники планируют в том числе и за счет капитального ремонта в многоквартирных домах. По предварительной оценке, в 2016 году удастся провести работы в более чем 700 многоэтажках. Екатерина Заграничная, Денис Титаренко, Александр Бачков, Саратов-24. От коммунального хозяйства перешли к обсуждению предстоящих культурных событий. В конце мая в Вольске пройдет 14-й фестиваль театров малых городов России. В нашу область приедут актеры, режиссеры и театралы со всей страны. Фестивалю предшествовал отбор спектаклей, в котором участвовало около 150 театров. И только 13 из них смогут представить свои постановки в Вольске. Одним из инициаторов фестиваля стал художественный руководитель Московского государственного театра нации «Наш земляк» Евгений Миронов. Поддержал проведение мероприятия именно в Вольске депутат Госдумы Николай Панков. По словам организаторов, для всех участников фестиваля уже подготовлена не только культурная, но и образовательная программа. Всю неделю в Вольске будут проходить мастер-классы от педагогов московских театральных школ. Театров малых городов России – единственный в своем роде форум. Здесь в соприкосновения входят не просто различные малые города, а разные типы художественного мышления, понимания театрального искусства. Вместе они создают атмосферу непрекращающейся творческого поиска и в который раз доказывают, что все начинается с малого. Оценивать постановки будет жюри, в состав которого войдут столичные метры театрального искусства. Возглавит культурную судейскую коллегию народная артистка России Ольга Остраумова. По традиции победитель фестиваля представит свою постановку на сцене Московского театра «Наций». В Саратове появится памятник выдающемуся актеру Олегу Янковскому. Его возведут по инициативе и на средства нашего земляка Вячеслава Володина. Монумент народному артисту планируют установить в сквере у Саратовского театра «Драмы», где Олег Янковский начал свой творческий путь. Церемонию открытия наметили на сентябрь, перед стартом нового театрального сезона. Сейчас точно неизвестно, как будет выглядеть памятник, но предположительно за основу монумента возьмут образ Янковского из фильма «Тот самый Мюнхгаузен». Это эпизод, где герой забирается по лестнице к небу, а рядом лежит пушечное ядро. Скульптуру изготовят в столице. В Саратове будут выпускать специалистов антимонопольной службы. На базе СГУ имени Чернышевского открывается новая кафедра, где будут готовить профессионалов. Соглашение о сотрудничестве подписали руководители ВУЗа и Саратовского профильного ведомства. Официально кафедра, которую создадут на базе юридического факультета, начнет функционировать с 1 сентября этого года. Первые лекции по антимонопольному законодательству будут слушать студенты Юрфака. Преподавать новый предмет будут специалисты, которые долгое время работали в антимонопольной службе. Руководить кафедрой будет Николай Иванович Ремезов, который многие годы руководил федеральной антимонопольной службой. Сейчас он является советником руководителя, то есть человек, имеющий колоссальнейший практический опыт. И для нас базовая кафедра важна именно для того, чтобы давать студентам практические навыки, для того, чтобы рассказывать, как все это происходит в жизни. Базовая кафедра открыта на юридическом факультете, поскольку антимонопольная политика – это соединение и экономики, и права. И всегда перед нами стоит выбор, на чем базироваться. В данном случае решение принято базироваться на юриспруденции, и я думаю, что это абсолютно правильное решение. Студенты новой кафедры будут не только слушать лекции, но и проходить антимонопольную практику в Саратовском ведомстве. Пока занятия будут посещать только студенты юридического факультета, поскольку сейчас сфера антимонопольного образования официально не урегулирована. Как только Министерство образования откроет новое направление, в СГУ получат лицензию, и тогда смогут набирать абитуриентов, которые будут получать специализированное антимонопольное образование. В Саратове развернули копию Знамени Победы. В областном центре прошел автопробег, посвященный 9 мая. Он стартовал 5 апреля одновременно в нескольких точках страны. Автолюбители и байкеры с увеличенными копиями Знамени Победы выехали из Архангельска, Бреста, Дербента и с острова Русский. В Саратов прибыли участники из Дербента. Они привезли копию флага, водруженного над берлинским рейхстагом, размером 10 на 20 метров. Его растянули у подножия памятника журавли. Автопробег должен финишировать 9 мая в Москве на Поклонной горе, образуя на карте России 5 лучей звезды. За 30 дней акции участники должны побывать в 150 городах страны. Сначала был дан автопробег из Дербента. И через ряд городов России был дан автопробег. Сегодня он в Саратове. Нам привезли копию Знамени Победы. Копию Знамени Победы передали Саратовскому региональному штабу бессмертного полка. Флаг развернут еще раз уже 9 мая во время шествия. После завершения автопробега участники мероприятия возложили цветы к вечному огню комплекса журавли. Саратов 24 подводит итоги. Для вас, уважаемые телезрители, мы работаем уже больше года. Каждый день рассказываем об актуальных событиях, о том, что действительно волнует каждого. Для освещения наиболее острых тем наш телеканал тесно взаимодействует с представителями самых разных структур и ведомств региона. В том числе и с депутатами Саратовской областной думы. Многие из них не только гости наших эфиров, но и постоянные зрители. Среди них и заместитель председателя регионального парламента Татьяна Ерохина. Я смотрю практически все ваши передачи. Я, как простой зритель, нахожу свой интерес в тех или иных передачах. Могу сказать, что те передачи, в которые вы привлекаете известных политиков, известных людей, профессионалов в своей среде, это безусловный плюс. И то, что отличает ваш канал от других каналов, это интересные и острые вопросы, которые не боитесь поднимать. И предложения для людей по решению вопросов. Вот это самое главное. Пожелания в адрес нашего телеканала мы готовы услышать и от вас, дорогие телезрители. Ведь эфир формируется с учетом вашего мнения. Кроме того, мы готовы прийти на помощь и освещать темы, которые вас действительно волнуют. Как помочь тем, кто оказался за чертой бедности? Где взять на это деньги? Куда ушли средства из Фонда национального благосостояния, предназначенные для пенсионеров? Бюджетная поддержка регионов. Почему одни получают больше, чем другие? Обо всем этом в специальном проекте телеканала «Саратов-24». Открытая позиция. Гость в студии – депутат Государственной Думы Ольга Алимова. Смотрите программу прямо сейчас. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова